Оплата питания детей в школах и дошкольных учебных заведениях теперь осуществляется не государственными, а местными бюджетами. Многим из них это оказалось не под силу, а потому немалые, особенно по меркам сельских жителей, расходы легли на плечи родителей. Досконально разобраться в ситуации взялся депутат областного совета от оппозиционного блока Виталий Саутенков. Вместе с ним наша съемочная группа побывала во Фрунзовском и Великомихайловском районах области. В школе села Перекрестово Фрунзовского района обучается 217 детей. На питание каждого из них предусмотрено всего 6 гривен. За 32 ребенка льготной категории платит районы бюджета за остальных родителей собственного кармана. Елена Белоусова – мать пятерых детей. В ходе общения с депутатом женщина рассказала, для многих месячная стоимость питания одного ребенка – сумма неподъемная, а семьи бывают и многодетные. В детском садике села Трехразово питание малыша обходится в 12 гривен 65 копеек. Их полностью платят родители. Мы до 1 февраля оплачивали питание 60%, а 40% оплачивало государство. То есть сейчас мы оплачиваем 100%, это 300 гривен. То есть сначала мы взносим сумму, и только потом мой ребенок уже питается. Очень хотелось, чтобы наше государство думало за свое будущее, ведь наши дети – это будущее государства. Но, к сожалению, пока такого государства мы не видим. К тому, что в сельской местности не открываются кружки и группы развития детей, родители уже привыкли. Теперь к имеющимся проблемам прибавилась еще одна – дополнительные расходы на питание. Аналогичная ситуация и в других районах области. Разговоры о питании детей в садиках и школах области и о состоянии местных бюджетов мы продолжим в нашей студии с депутатом областного совета от оппозиционного блока Виталием Саутенковым. Виталий, ну, судя по сюжету, который мы сейчас видели и видели наши телезрители, ситуация в области с питанием детей действительно не очень хороша. Когда государство переложило расходы на питание на местные бюджеты, те, в свою очередь, все переложили их на плечи родителей. Давайте вот подумаем, о каких сегодня суммах идет речь и насколько вот эти расходы на питание подъемны для родителей в области? Это тема, которую я касаюсь уже не раз и буду касаться столько раз, пока мы этот вопрос не решим от начала и до конца. Наша цель обеспечить нормальное питание детей в детских дошкольных учреждениях, в детских садах и первых-четвертых классах. На сегодняшний день мы видим разительный дисбаланс. В зависимости от наполняемости бюджета района, в котором ребенок родился и живет, он получает из районного бюджета на питание ту сумму, которую определяет районный бюджет. Если говорить о конкретике, мы были и в Коминтерновском районе, и в Великомихайловском, и во Фрунзовском районе, где ситуация очень отличается. Если в Коминтерновском районе районный бюджет находит возможность и выделяет 37 гривен и 10 гривен, докладывают родители, ребенок в детском садике, в принципе, питается на 46-47 гривен в сутки, что, в принципе, на сегодняшний день нормально. Да, более-менее нормальная сумма. Еще нормально. То во Фрунзовском районе это 12 гривен в сутки и 100% оплачивают родители. Согласитесь, что сумма 12 гривен и 46-47 гривен несколько отличается. И те продукты, на которые можно ребенка накормить, тоже будут разными. Соответственно, мы на выходе, как говорят, будем иметь результат. В одних районах у нас дети будут более развитые, физически развитые, да. А в других районах у нас кто у нас будет расти в других районах. Мы должны этот дисбаланс сократить за счет общегосударственной субвенции образовательной в те районы, которые необходимо добюджетировать, датировать их. Это та инициатива, с которой вы выступаете уже не первый раз в областном совете, я так понимаю. Вот именно сделать так, чтобы дисбаланс уравнять за счет государственной субвенции. Но давайте, перед тем, как мы перейдем к таким общим вопросам, давайте попробуем определить все-таки, что на сегодняшний момент можно посложить в тарелку ребенка 5-летнего возраста в детском садике на вот этих самых 12 гривен. Вы у нас сегодня принесли наглядную агитацию. Для наглядности я бы хотел продемонстрировать, как можно ребенка накормить на 12 гривен в день. Это, насколько я понимаю, это вариант завтрака, поскольку здесь присутствует молоко. Это 150 миллилитров молока, 2 кусочка белого хлеба, 30 грамм пшена, 5 грамм сливочного масла, 6 грамм сыра. И немножко сахара. Немного сахара. Вот это завтрак. Для сахара желательно, чтобы был еще чай сюда как-нибудь или хлеб посыпать. Ну, в общем, такой очень диетический, скажем так, как для больных практически завтрак. Да, мы, знаете, мы возвращаемся к послевоенному уровню. Мне кажется, что в 1946-1947 году детей кормили немного лучше. Не знаю, но вот я думаю, что смотрю, что на обеденный вариант тут вообще ни мяса, ни рыбы, ничего такого не предусмотрено. Но ни мяса, ни рыба не помещается даже близко в этот рацион, в этот бюджет. Максимум, что помещаются, это какие-то крупы, это гречка, это может быть орнаутка, это те же, тут уже масло сливочного, это уже 6 грамм, это одна картофелина, четверть морковки. Ну, то есть, постный какой-то постный супчик и немножко каши, скажем так, с хлебом. В общем, такой тоже действительно рацион слишком диетический. Да, вы знаете, дети в детском саду могут еще не поститься, поэтому я думаю, что... Ну, раньше были определенные нормы по калориям, которые, по количеству там белков, углеводов, которые дети должны были получать, особенно в детских садиках, когда растущий организм. Я так понимаю, что сейчас, наверное, эту норму отменили? Общаясь с директорами детских садов и школ, сейчас речь не идет о каких-либо нормах, не идет речь о подсчете каких-либо калорий. Есть что-то? Уже хорошо. Перечислил районный бюджет деньги? Отлично. Слава богу, находятся фермеры в районах, которые помогают, которые привозят муку, которые привозят... Дают тоже молоко там. Да, да, как-то поддерживают. Молоко, творог, сметану. А если фермеры не будут иметь возможности, если добрых людей, не дай бог, станет меньше? Это не их непосредственная задача кормить, это задача государства. Сохранились ли какие-то льготные категории, которые все-таки будут или продолжают питаться бесплатно за счет государства или местных бюджетов? Да, в районах пока сохранились льготные категории. Это дети из многодетных семей, это дети, у которых нет одного или двух родителей, это дети-инвалиды. Льготная категория сохранилась. И их кормят на такую же сумму, но из районного бюджета. Все остальные питаются за счет средств родителей. А родители получают у нас средняя зарплата по районам, которые я посещал, полторы-две тысячи гривен. Полторы-две тысячи гривен. То есть, если 12 гривен в сутки на ребенка, в месяц 360, то это очень большой расход. Конечно. А если детей двое в семье, то это уже 720 гривен. То вы практически половину своей заработной платы просто несете в детский садик, чтобы ваш ребенок ел. А как ел? Ну вот, вы видите, как ел. То есть, нормального развития в данной ситуации на таком рационе, в общем-то, сложно, конечно, ожидать. Я понимаю, что дисбаланс между районами, о котором вы говорили, можно выровнять за счет государственной субвенции. Вы выступали с этой инициативой. О каких деньгах, собственно говоря, идет речь и как этого можно добиться? Мы посчитали, чтобы уравнять и привести к единому удобоваримому знаменателю, Одесской области необходимо 93,5 миллиона гривен. Эти деньги, естественно, не имеют районные бюджеты. Эти деньги не подъемны для областного бюджета. Поэтому мы говорим о том, чтобы получить эти деньги из государственного бюджета прямой образовательной субвенции в размере 93,5 миллиона гривен. И, поднимая вопрос на двух сессиях уже областного совета, мы хотим обратиться к Кабинету министров, к президенту, к Верховной Раде Украины, для того, чтобы в Одесскую область поступила субвенция в этом размере. Вы должны получить на них добро президента, Кабмина и, ну, изначально, я понимаю, своих коллег-депутатов, да? То есть решение должно быть принято на сессии. Поддерживают ли вас в этой инициативе? Вы знаете, для меня было большое удивление, когда на прошлой сессии областного совета я поднял этот вопрос, и, к сожалению, этот вопрос не был проголосован. То есть на голосование я его выносил, но за него большинство коллег моих депутатов не проголосовало. Для меня, еще раз повторюсь, что это было, мягко сказать, удивление. Мы можем иметь разные цвета политических билетов, мы можем иметь разный окрас политический, но есть вещи, которые должны нас объединять. Дети – это то, что объединяет всех всегда и будет объединять. И у вас, и у меня, у всех есть дети. И почему они не поддержали? Сегодня апрель месяц, мы не можем к этому вопросу вернуться. Ждем следующую сессию для того, чтобы опять вынести в порядок Денны. И я предупредил своих коллег негласно, и могу сейчас во всеуслышание заявить о том, что я поставлю этот вопрос на голосование. Посмотрю, как кто проголосовал. Если вопрос не наберет должного количества голосов, я просто распечатаю и отправлю во все районы, кто как из народных... Поименное голосование? Да, конечно, конечно. Поименное голосование мы сегодня имеем техническую возможность. Я должен... Люди должны видеть, как их избранники голосуют по тем или иным вопросам. Это абсолютно нормальная практика.